Всем привет! Меня зовут Алина, вы на канале Читать нельзя сжигать, и сегодня я расскажу вам об анонсах издательства Фантом Пресс на 2023 год. Издательство заявило действительно много книг, 34 книги, и я знаю, что среди моих зрителей очень много любителей книг этого издательства. Конечно же, у нас у всех вкусы разные, и каждого из нас заинтересует что-то свое, поэтому я решила рассказать вам обо всех книгах. А по поводу тех, которые привлекают лично меня, я обязательно сделаю дополнительные пометки по ходу рассказа. Имейте в виду, что Фантом Пресс поделился своими планами на весь год, так что, конечно, многие обложки пока еще не готовы, в большинстве случаев я буду показывать вам оригинальные обложки, наши будут совсем другими. Также вы сами понимаете, что планирование на столь долгий срок сейчас дело нелегкое, поэтому, конечно, какие-то книги, возможно, издательство не успеет издать в этом году, и тогда они переедут на следующий. Кстати, такие случаи сегодня будут, это те книги, которые нам обещали еще в 22-м, но в итоге их выход перенесся на год 23-й. Я буду рассказывать вам об анонсах в том порядке, в котором эти книги планируются к выходу, но опять же, что-то может поменяться по самым разным причинам. Для меня самые интересные анонсы пришлись на середину и конец года, так что обязательно досматривайте ролик до конца. Ну что, друзья, давайте начинать. Первый анонс «Фантома» — это новый роман от уже известной нам писательницы Кэролайн Ли. Ранее в издательстве выходил ее роман «Стеклянная женщина», а новая книга называется «Стальное сердце». И эту книгу мы с вами ожидаем уже в январе наступившего года. В 1941 году тысячи итальянских солдат были отправлены как рабочая сила на небольшой остров у Шотландского побережья. Местные жители взволнованы и напуганы. После трех военных лет с постоянной угрозой вторжения они относятся к пленным итальянцам с большой насторожностью. Для большинства жителей эти итальянцы кровожадные враги, но не для двух сестер. Дороти и Констанс видят в этих людей лишь изможденных, больных и раненых, непривычных к холодам аркнейской зимы. Девушки помогают пленным, чем могут. Дороти сразу же привлекает Чезары, совсем еще юного парня, чья психика уже была сломлена ужасами войны. По мере того, как война затягивается, напряженность между островитянами и чужаками нарастает. Связь Дороти с Чезарой ставит под угрозу другую связь – ее связь с сестрой. После смерти родителей сестры могли полагаться лишь друг на друга, но теперь их близость под угрозой. И вот одним роковым вечером придется сделать выбор, который будет иметь разрушительные последствия. Следующий роман, который мы также ожидаем в январе, наверное, традиционно для Фантом Пресс уже, это роман Мишеля Бюсси. Его самая необычная книга. Называется она «Кто убил маленького принца?» И здесь мэтр-детектива в своей игровой манере будет пытаться расследовать смерть человека, который стал символом Франции. Неван, 15 лет назад получивший летное свидетельство и с тех пор ни разу не поднимавшийся в небо, и сыщица-стажерка Анди получает неожиданное предложение – заняться расследованием загадочной гибели Антуана де Сент-Экзипери. В поисках ответов на вопросы «Как погиб писатель?» и «Как погиб маленький принц?» и «В самом ли деле они оба погибли?» Неван и Анди отправляются в путь, чтобы встретиться с шестью персонажами, членами клуба 612, почти как маленький принц. Только вместо шести астероидов они побывают на шести островах. И каждый из шестерых поделится с ними своей версией. И каждая из версий будет по-своему убедительной. А развязка, конечно же, совершенно неожиданной. Я на сегодняшний день с книгами Мишеля Бюсси еще не знакома, только лишь по той причине, что у меня еще Тана Фрэнч не вся прочитана. Но, пожалуй, именно этот роман «Кто убил маленького принца?» меня очень привлекает. Возможно, с него и начну знакомство с писателем. Следующая книга, я уверена, ожидаема очень многими, потому что это новинка от очень популярной писательницы Кристин Ханны. Книга будет называться «Зимний сад», и мы ее ожидаем в феврале. Мередит и Нина Уитсон – сестры, но нет женщин, менее похожих друг на друга. Одна домоседка, всегда считавшая, что нет лучше судьбы, чем растить детей и ухаживать за старым яблоневым садом. Другая мечтала о странствиях, стала фоторепортером и мотается по всему миру. Но когда слег их любимый отец, обе возвращаются в родной дом, где их встречает мать Анна, от которой они никогда не видели ничего, кроме ледяного неодобрения. Но даже сейчас Анна не попыталась сблизиться с дочерьми. В детстве у сестер была любимая сказка, которая их соединяла. Это старинная русская сказка, которую на ночь рассказывала им мать. Умирая, отец просит дочерей рассказать эту сказку еще раз, но теперь до самого конца. Так начинается путешествие двух молодых женщин в прошлое матери, в ее жизни в плакадном Ленинграде. Следующий роман мы ожидали еще в прошлом году, но теперь мы ожидаем его в феврале. Автор – Карен Эбботт. Роман называется «Призраки парка Эдем». Я уже рассказывала вам об этой книге в анонсах прошлого года, так что не буду останавливаться на аннотации очень подробно. Скажу лишь, что главный герой Джордж Римус оставил свою юридическую практику, начал торговать виски, и буквально за два года он стал мультимиллионером. Пресса называет его королем бутлегеров. И вот когда Римусу принадлежат уже 35% от всей торговли спиртным на территории Соединенных Штатов, прокурор решает во что бы то ни стало положить этому конец. И это только начало событий. Будет здесь и измена, и тюрьма, и убийство, много всего. А самое интересное, что основано все на реальных событиях. Далее мы с вами переходим к книгам, которые сейчас запланированы на весну, но, как я уже и говорила, что-то может измениться, поэтому конкретные месяца дальше я вам озвучивать уже не буду. Книга, которая меня привлекла, и, скорее всего, я буду ее читать, это «Акты отчаяния» от Мэган Нолан. Лихорадочная, навязчивая, тревожная и правдивая хроника ядовитой и манипулятивной любви. Язвительно честный, мрачно-смешной роман о токсичных отношениях молодой женщины с красивым, но холодным мужчиной. История рассказана в виде внутреннего монолога. Героиня пытается понять, в чем суть истинных желаний женщины, ее ненасытности, любовной зависимости, и почему женщина готова на любые акты отчаяния, лишь бы ощутить себя любимой, почему женщина зачастую чувствует себя живой, только когда она находится в отношениях, даже если отношения для нее мучительны. Далее нас ожидает роман испанского автора Альберто Бертрана Баса. Роман будет называться «Память – это ты». Гомер – единственный ребенок в богатой барселонской семье. Он остался совершенно один в разгар гражданской войны в Испании. Его жизнь превратилась в борьбу, внутреннюю и внешнюю. За выживание, за то, чтобы остаться собой. Гомер отчаянно стремится разыскать своего отца. В этих поисках он встретит однажды Хлою, девушку с фермой, которая спасет ему жизнь. Они принадлежат к разным мирам, но их судьбы переплетутся еще дважды. Этот роман – удивительное путешествие 15-летнего мальчика по истории Испании. На пути ему встретятся такие реальные исторические фигуры, как знаменитый фотограф Роберт Капа, писатель Эрнест Хемингуэй, Адольф Гитлер, генерал Франко. По аннотации этот роман привлек мое внимание, так что жду его выход. Следующий роман – это роман о писательнице. И мне кажется, что в издательстве Фантом Пресс уже целая подборка образовалась подобных романов. Это всегда очень интересно. Автор Кристин Менган. И роман называется «Дворец утонувших». 1966 год. Венеция. Писательница Фрэнки поселяется в пустующем палаце своей подруги. Уже прошли годы с тех пор, как вышел успешный дебютный роман Фрэнки, и все эти годы она пыталась оправдать ожидания. Последняя ее книга была принята особенно холодно. Чтобы отойти от неудач, Фрэнки нужно перезагрузиться. И, возможно, именно прекрасная Венеция поможет ей нащупать путь к вдохновению. Но вот появляется Джилли, юная поклонница, которая жаждет общения и явно пытается проникнуть в одинокую жизнь Фрэнки. Но есть в ней что-то странное. Правда ли все то, что она говорит? Их отношения будут все больше запутываться, а Венеция тем временем будет тонуть в знаменитом катастрофическом наводнении 1966 года. Роман о природе вдохновения, литературных амбициях и, конечно, о Венеции. Анотация следующего романа для меня чрезвычайно привлекательна, так что жду, не дождусь ознакомительного фрагмента, чтобы понять, подойдет ли мне эта книга и с точки зрения стиля тоже. Автор романа Дэвид Хоупен. Роман будет называться «Пардес». И рассказывать он будет об Аре Идоне, жизнь которого всегда подчинялась строгим правилам. В ультра-ортодоксальном Бруклине его дни посвящены лишь учебе и религиозным ритуалам. Он ощущает себя очень одиноким. Поэтому, когда родители объявляют, что его отправляют в дорогую еврейскую школу-интернат, он надеется, что там его одиночеству настанет конец. Оказавшись в школе, главный герой изумлен богатством своих сверстников, их амбициям и откровенным стремлением к удовольствию. Когда самый популярный ученик берет его под свое крыло, Ари оказывается связанным с самой крутой компанией в школе. Под влиянием харизматичного раввина компания школьников начинает испытывать свою религиозность самыми нетрадиционными способами. Вскоре они раздвигают моральные границы и оказываются у той грани, за которой традиционная вера оборачивается своей противоположностью. Завораживающий и смешной, драматичный и мрачно-романтический роман о том, какие силы определяют нас. Пьянящее отношение юности, очарование грандиозных планов и традиций, что мы унаследовали, или же наши скрытые желания. Следующий роман мы ожидаем еще с 22 года, и, судя по комментариям в интернете, его ждут действительно очень и очень многие. Постмодернистская комедия нравов 20 века. Роман о молекулярных броуновских отношениях призраков нескольких потерянных поколений. В нем прослеживаются судьбы нескольких поколений довольно преуспевающих семейств штата Нью-Йорк. Поэтому это еще и семейная сага, охватывающая значительный кусок 20 века. Кроме того, это роман о живописи и искусстве, о тайне творчества, об истинных и мнимых его ценностях, об оригиналах и подделках. Еще это роман взросления, а также журнический роман со своей детективной интригой, тайными и неожиданными поворотами сюжета. И, конечно, это книга со многими слоями иронии, которые мастерски собраны в такую изящную китайскую шкатулку-головоломку, что разбираться с сигаретами – сплошное читательское удовольствие. Как говорится, ничего не понятно, но очень интересно. Следующий роман от многим полюбившегося автора Дэниела Мэйсона. Не так давно в Фантом Пресс выходил его роман «Зимний солдат», а сейчас мы ожидаем настройщика. Один из лучших лондонских настройщиков фортепиано Эдгард Дрейк ведет размеренную и спокойную жизнь, в которой нет места потрясения. Настраивая музыкальные инструменты, он борется с хаосом. Гармония и упорядоченность для него составляют суть красоты. Но однажды все меняется. Настройщику предлагают отправиться в загадочную Бирму, в самый удаленный форпост Британской империи, эксцентричный командир которого выписал себе изысканное фортепиано «Эрар». Во влажном климате, в диких джунглях инструмент растерял свое музыкальное совершенство. Путешествие Дрейка в Азию становится не только путешествием в неведомый и странный мир, но и поиском гармонии в мире, которым правит хаос. Также весной Фантом Пресс обещают нас порадовать двумя детективами. Первый из них от незнакомого мне испанского автора. Автора зовут Мария Арунья, а книга будет называться «Скрытая бухта». Молодой лондонец Оливер получает в наследство колониальный особняк на севере Испании. И вот во время ремонтных работ в подвале обнаруживается труп младенца, а рядом странный предмет. Страшная находка словно открывает дверь в бездну, и в мирном курортном местечке и его окрестностях начинают происходить убийства. Одно замысловать и другого. Полиция в тупике, экспертиза выдает невероятные результаты. Расследование буксует. Оливер, который приехал в Суансис, чтобы хоть отчасти забыть свое горькое прошлое, вынужден начать собственное расследование. Это испанский детективный бестселлер, в котором расследование тесно связано с семейной историей. И еще один детектив, который я очень жду, это очередная книга Танны Френч. Ну а точнее говоря, это четвертый роман из ее дублинского цикла. Сейчас эти книги у Фантом Пресс выходят не совсем в правильном порядке, но в большинстве случаев их читать можно, не привязываясь к хронологии. Если я правильно понимаю, то анонсированная книга, которая в переводе Фантома будет издана как «Брокен Харбор», а раньше выходила как «Рассветная бухта», эта книга не особо связана с событиями других романов. Я читала уже четыре книги Танны Френча, знаю, что следователи там иногда кочуют из одного романа в другой, и если в первой книге этот человек занимал второстепенную роль, то в следующем романе он может стать самым главным персонажем. Но мне следователь из романа «Брокен Харбор» по другим работам Танны Френч не знаком, и в аннотациях к другим книгам я его тоже не встречала. Итак, в маленьком городке-новостройке, который уютно устроился в живописной бухте с роскошными видами, случилась леденящая душу трагедия. В новеньком с иголочки доме жило-поживало молодое семейство – мама, папа и двое детей. Все они были убиты. И вот звезда отдела убийств Майкл Кеннеди по прозвищу «Снайпер» берется за это громкое дело в расчете на то, что оно украсит его послужной список. Но он сам не понимает, во что ввязывается, и что глянцевая картинка зачастую скрывает ужасающие бездны. Следующий роман, наверное, самый ожидаемый для очень многих – это новая книга Селесты Инг, которая будет называться «Наши пропавшие сердца». Это роман о материнской любви в мире, который порабощен страхом. 12-летний Берт Гартнер ведет тихую жизнь с любящим, но сломленным отцом, бывшим лингвистом, который теперь работает библиотекарем. Берт научен, что нельзя задавать вопросы, нельзя выделяться, нельзя уходить далеко от дома. В последние 10 лет их жизнь подчинена законам, призванным сохранить американскую культуру. Новые законы позволяют властям забирать у оппозиционно настроенных родителей детей, особенно если они не титульной расы. Из библиотек и книжных магазинов изумаются книги, считающиеся непатриотичными. Среди них и книги матери Берда, американской поэтессы китайского происхождения. Она ушла из семьи, когда Берду было 9 лет. Он рос, отрекшись от своей матери и от ее стихов. Он не знает ни ее книг, ни того, что с ней случилось. Он знает, нужно молчать. Но когда Берт получает загадочное письмо, в котором только странный рисунок, он отправляется на поиски матери. Его путешествие станет возвращением к сказкам и историям, которые мать когда-то успела ему прочитать и которые он забыл. Путь его лежит через подпольную сеть библиотекарей, через истории похищенных детей и прямиком ведет к неповиновению, которое может стать началом перемен. Это история о том, что можно выжить даже в переломанном и искореженном мире, если сердце твое уцелело. Не буду даже никак это комментировать, просто скажу, что я пока у Селесты Инг ничего не читала, но эту книгу, конечно, обязательно прочту. Следующая книга «Мной ожидаемо» — это новый роман Элизабет Страут, который будет называться «О Уилли». В этом романе Люси Бартон, которая, возможно, вам уже знакома по роману Элизабет Страут «Меня зовут Люси Бартон», рассказывает о своих сложных отношениях с первым мужем — Уильямом. О годах учебы в колледже, рождении дочерей, болезненном разводе, о жизни, которую Люси и Уильям построили с другими людьми. Элизабет Страут создает тончайший портрет многолетнего партнерства. Это роман о природе сочувствия, о совместной радости и общей боли, о том, как семейные секреты, всплывающие в нашей жизни, могут поменять все, что, как мы думаем, мы знали о самых близких нам людях. Интересно, насколько этот роман будет читаться отдельно от предыдущего. Я знаю, что в романе «Меня зовут Люси Бартон» автор исследовала тему болезненных отношений между матерью и дочерью. Здесь, видимо, эта дочь будет рассказывать о своих болезненных отношениях с бывшим мужем. Звучит в целом очень привлекательно, но я для себя должна разобраться, нужно ли мне сначала где-то добыть и прочитать первую книгу. Также нас ожидает новый роман Амоса Оза «Повесть о любви и тьме». Это роман-мемуар, самая личная книга классика израильской литературы. Семейная сага и автопортрет писателя, который был свидетелем рождения нации и пережил ее бурную историю. Это история маленького мальчика, который вырос в истерзанном войной Иерусалиме, в маленькой квартирке, забитой книгами на 12 языках и 12 родственниками. Это история подростка, жизнь которого навсегда изменилась после самоубийства матери. Это история человека, который сумел вырваться из душного мира семьи, влиться в большой мир, изменить свое имя. Это история писателя, который становится активным участником политической жизни своей страны. Автор следующего романа – Долин Перкинс Вальдена. Книга будет называться «Возьми мою руку». Эта история основана на реальных событиях. Только что окончившая школу медсестер Сивилл собирается изменить жизнь, по крайней мере своего афроамериканского сообщества. В клинике планирования семьи она намерена помогать женщинам делать собственный выбор в отношении своей жизни и тела. Она отправляется навестить своих первых пациенток, и пыльная проселочная дорога приводит ее в обшарпанную хижину, где живут Эрика и Индия. И Сивилл с ужасом обнаруживает, что ее пациентки – дети. Девочкам всего 11 и 13 лет. Они еще даже ни разу не целовались с мальчишками, но они черные и бедные, а значит, с точки зрения белых чиновников и социальной службы господ, уже готовы плодиться. Спустя десятилетия всеми уважаемые доктор Сивилл Таунсенд готовы уйти на пенсию, обрести покой и оставить прошлое позади. Но есть люди и истории, которые отказываются быть забытыми, которые нельзя забывать. Также мы ожидаем перевод нового романа, полюбившегося многим писателя Аметава Гоша. Роман будет называться «Оружейный остров». Здесь автор пытается объединить биологическую и социальную плоскости в духовное и рациональное, научное и мистическое, традиционное и новаторское, художественное и документальное. Роман об эпохе Кали-Юги, о последних днях и апокалипсисе, но упадку можно противостоять, и именно это будут делать главные герои романа. К следующей книге я тоже обязательно присмотрюсь. Автор Рэйчел Хэнк. Книга называется «Великое обновление». Это масштабный роман, который разворачивается на фоне меняющегося Сингапура. История мальчика с уникальными способностями и его детской любви, которая вплетена в историю страны. Абун родился в прекрасной деревушке на прекрасном сингапурском берегу на исходе британского колониального правления. Он с детства отличался от других мальчишек, не интересовался рыбалкой, предпочитал проводить дни, играя с соседской девочкой Сёк Мэй. Но когда он обнаруживает, что обладает странной способностью находить двигающиеся острова, которые никто другой не видит, в нем начинают нарастать новые чувства. Он может оказаться очень полезным в своей стране, а заодно произвести впечатление на девушку. Но когда Абун и Сёк Мэй становятся подростками, Сингапур оказывается в вихре исторической трагедии. Война, японская оккупация, смерти, будущее рыбацкой деревни находятся в опасности. История любви и история взросления на фоне британского колониализма, японской оккупации и стремительного рывка Сингапура в будущее. Приятная новость для всех почитателей творчества Джонатана Коу. Нам обещают его новый роман, который будет называться «Борнвилл». Преданный меломан и музыкант Коу создал многочастную роман «Сюиту». Каждая часть его – события британской истории 20-21 века. Среди них окончание Второй мировой войны, финал чемпионата мира 1966 года, свадьба Чарльза и Дианы, Брэкзит. Это призма, в которой преломляются судьбы Борнвилла, шоколадной столицы Соединенного Королевства, и семьи, живущей там и в разное время, тесно связанной со всемирно известной фабрикой Кэтбери. От событий незаметных частных жизней с их мелочами одновременно и мимолетными, и повторяющимися, от ситуативных решений обычных британцев до общенациональных потрясений и эмоций. Неизменно добродушный и вместе с тем честный и задумчивый взгляд Коу на Британию последних 75 лет. Гуманиста Коу, как всегда, интересует, что сближает, а что разобщает нас, и почему. Еще один роман Мишеля Бюсси, который будет называться «Тебя не стереть, ожидается летом». 2010 год. Мадди – врач общей практики в маленьком городке. Вся ее жизнь выстроена вокруг 10-летнего сына Эстебана. Но вот однажды она оставляет его одного на пляже буквально на несколько минут, а когда возвращается, его нет. Спустя 10 лет она снова возвращается на этот пляж. И вот у кромки воды она видит ребенка. Такие же плавки, тот же рост, та же фигура, та же стрижка. Мадди подходит к мальчику, и время будто останавливается. Это Эстебан или его полная копия. С этой минуты Мадди не покидает навязчивой идеи выяснить, кто этот ребенок. Его зовут Том, он живет в Аверни. И Мадди принимает спонтанное решение поселиться там. Чем дольше Мадди следит за Томом, тем более невероятным кажется сходство с пропавшим Эстебаном. Те же привычки, те же страхи, та же родинка. Насколько далеко она готова пойти, чтобы узнать правду о своем сыне или о мальчике, который так на него похож. Она чувствует, что Тому грозит опасность, и только она может защитить его. Следующий роман называется «Глубокая вода». Автор Эмма Бэмфорд. Это еще один детектив, год будет богатым на детективы, разворачивающийся на необитаемом острове, затерявшемся в океане. Когда военное судно натыкается на терпящую бедствие яхту посреди Индийского океана, капитан Дэниэл Тэнкку отдает приказ оказать помощь. На борту яхты британская пара, тяжело раненый мужчина и его жена, которая задыхаясь бормочет. Это все моя вина, я убила их. И рассказывает шокирующую историю. За несколько месяцев до этого супруги потратили все свои сбережения на яхту, полные предвкушения перед кругосветным путешествием. Они стартуют в оживленной гавани Малайзии, где узнают о крошечном изолированном острове, на котором чудесные, нетронутые человеком пляжи. Прибыв на остров, они обнаруживают, что они не единственные посетители и быстро запутываются в пестрой компании. Вскоре авантюрная мечта Джейка и Вирджинии превращается в кошмар. Следующую книгу я жду очень сильно, потому что это новый роман моей любимой Энн Тайлер. Называться книга будет «Французская косичка». Это снова путешествие в мир обычной семьи. «Французская косичка» — это классическая история Энн Тайлер, сверхъестественно проницательный роман о семейных безднах, о невозможностях освободиться от тех, кто нас любит. От 1950-х годов до наших дней, до дней пандемии. Еще один крайне ожидаемый роман, пожалуй, для меня из всех анонсов, этот самый привлекательный. Новый роман полюбившейся мне писательницы Осы Эрикс Доттер, которую мы с вами уже знаем по бойне. Новый роман будет называться «Третья фаза», и вы только послушайте, какая завлекательная аннотация. Очень оригинальный триллер о медицинском эксперименте, который пошел наперекосяк, а также история о любви и о хрупкости человека. Селия Дженсен, исследователь из Гарварда, вместе со своей командой нашла лекарство от болезни Альцгеймера. Ее отец болен, и она готова на все, чтобы спасти его. Вскоре после начала испытаний фазы 3 происходит серия необъяснимых террористических актов. 86-летний обитатель дома престарелых изрубил своих соседей. В магазине Икея устроена адская стрельба. В Париже находят мертвого первого пациента, который был излечен новым лекарством. Следующий роман, и это снова детективный жанр, автор Ким Тейлор Блэкмор. Роман будет называться «Когда Алиса упала». Нью Гэмпшир, 1865 год. Мэрион Эбботт вызывают в приют, чтобы забрать тело ее сестры Алисы. Девушка упала с высоты четвертого этажа. Официально несчастный случай. Конфиденциально самоубийство. Но Мэрион верит в третий вариант – убийство. Вернувшись в свой фамильный дом, чтобы жить с братом и его второй женой, недавно овдовевшая Мэрион, как ожидается, отпустит свое чувство вины, отпустит мертвых и станет заботиться о живых. Но это нелегко в этом доме, полном навязчивых воспоминаний. Как раз в тот момент, когда поиски истины кажутся безнадежными, к Мэрион подходит на улицы незнакомец и говорит «Я видел, как она упала». И Мэрион отныне полна решимости выяснить, что произошло той ночью. Еще одна книга, которую мы с вами ожидали в 1922 году, это никогда ранее не переводившийся на русский язык роман-классика американского постмодернизма Джона Барта. Книга будет называться «Творческий отпуск». Роман в самых общих чертах основан на реальной гибели бывшего агента ЦРУ Джона Пейсли в 1978-м. Бывший служащий ЦРУ и его жена, молодая преподавательница американской классической литературы, возвращаются в Часапикский залив из романтического плавания вокруг Карибских островов. По дороге они сочиняют роман, сталкиваются с разнообразными морскими приключениями и выбираются из всевозможных передряг. Их ждут бури, морские чудовища, зловещие острова, а над всем нависает мрачная тень работодателей Фенлика. Следующая книга – это неожиданный американский бестселлер. Всего за три месяца в одних только Соединенных Штатах было продано 200 тысяч экземпляров. Книга называется «Удивительные сияющие творения» автор Шелби Ван Пелт. Здесь совершенно безумная аннотация, вы только послушайте. После смерти мужа Това стала работать в ночную смену в аквариуме Соул Бэй. Она мыла полы и убирала. Това никогда не могла сидеть без дела, и работа всегда помогала ей справиться с трудностями. А трудностей было немало. 30 лет назад пропал ее 18-летний сын при загадочных обстоятельствах, когда он вышел в море порыбачить. И сейчас в аквариуме Тома знакомится с гигантским тихоокеанским осьминогом, который на минуточку знает намного больше, чем может показаться. Он настоящий интеллектуал и любит решать задачки. Но больше этого он любит не показывать людям своего ума. И вот только Тове он решает довериться. Он готов пойти на все уловки и использовать свой ум для того, чтобы узнать, докопаться на правде, что же случилось с ее сыном до тех пор, пока не стало слишком поздно. Звучит совершенно сумасшедше, но я эту книгу, пожалуй, буду ждать. Автор следующей книги Таш Ау, а роман будет называться «Пятизвездочный миллиардер». Это увлекательный, глубокий и поучительный роман, точно показывающий атмосферу современного Китая. Фиби – фабричная девчонка. Она приехала в Шанхай с намерением устроиться на работу получше, но обнаружила, что это совсем непросто. Гэри – деревенский в прошлом парень, забравшийся на поп-олимп. Джастин – коренной шанхаец из очень богатой семьи. Его цель – упрочить империю недвижимости своей семьи. Но постепенно он осознает, что задача эта ему не по силам. Он давно влюблен в Инхуэй, которая превратилась из левой активистки в успешную бизнес-леди. И в центре всего – призрачная фигура Уолтера Чао, пятизвездочного миллиардера из книги, который своими секретами и советами приложил руку к жизни каждого из персонажей. Люди стремятся в Шанхай, этот символ нового Китая. Он их манит мечтами и надеждами, но роль его в судьбах скорее роковая. Пятизвездочный миллиардер – это ослепительный калейдоскоп, сияющий огнями, многоликий, как сам Шанхай. Еще один роман из списка самых ожидаемых для меня в этом году – это новый роман Ричарда Руссо, который в переводе будет называться «Без дураков». Остроумная и трогательная история о том, как внезапно насонный захолустный городок и его самого незадачливого жителя снисходит благодать. Салли за пятьдесят, и всю свою жизнь он совершал одни лишь ошибки. Он разведен, колени у него болят, друзья такие, что и враги не нужны, и проблемы сыпятся одна за другой. И вот новая напасть – надо что-то делать с родным сыном, с которым он и знаком-то едва, а делать что-то надо, иначе тот повторит его незавидную судьбу законченного неудачника. Следующая книга, автор ее Лора Спенс Эш «За пределами этого моря». Это история двух семейств, переживших Вторую мировую войну по разные стороны Атлантического океана. Когда немецкие бомбы падают на Лондон в 1940 году, Милли и Реджинальд Томпсоны должны сделать тяжелый выбор – отправить свою 11-летнюю дочь Беатрикс в Америку или оставить в Англии. Напуганная и злая, одинокая и потерянная, Беа пребывает в Бостон. Мистер и миссис Джи, а также их сыновья, помогают девочке почувствовать себя своей в новом для нее мире. Она становится частью этой шумной семьи, приспосабливается к их богатому образу жизни. Беа сближается с обоими мальчиками, но чем больше она вписывается в новую жизнь, тем меньше остается от той юной англичанки, что покинула Лондон. Война заканчивается, Беа должна вернуться в Англию, но часть ее навсегда остается в американской семье, и сердце ее разделено на двое – роман о прощении, понимании, потерях, любви. Еще один роман от Амоса Оза «Черный ящик». Спустя семь лет после развода Илана нарушает горькое молчание и пишет бывшему мужу Алексу, умоляя помочь с их сыном-подростком Буазом. Одно письмо ведет к другому, и постепенно переписка между Иланой и Алексом набирает силу, а потом к ней прибавляется переписка между Алексом и Мишелем, нынешним мужем Иланы, а затем между Алексом и его Мефистофельским и Иерусалимским адвокатом. Переписка между матерью и отцом, отчимом и пасынком, отцом и сыном. Поэтичная и любящая Илана умело манипулирует мужчинами. И вот уже ее бывший муж и муж нынешний соперничают не только из-за нее, но и борются за ее сына. Страстный, остроумный, чувственный роман в письмах. Далее мы ожидаем еще одну книгу Танны Френч. Я очень надеюсь, что в 23-м году она выйдет, потому что на данный момент это именно та книга-писательница, которую я больше всего хочу прочитать. В новом переводе роман будет называться «В лесу». Раньше он назывался «В лесной чаще». Это первая книга дублинского цикла, и именно она должна дать мне наконец-то ответ на то, что же такого трагического, драматического было в прошлом Кэсси Мэддокс, которую мы с вами уже знаем по роману Танны Френч «Сходство». События романа «В лесу» начинаются в 1984 году. Когда сумерки опускаются на пригород Дублина, матери зовут домой своих детей. Но в этот теплый вечер из темного и безмолвного леса не возвращаются трое мальчишек. Полиция находит только одного. Он в ужасе сжимает ствол дерева, кроссовки у него в крови. Он не может вспомнить ничего. 12 лет спустя найденный мальчик, Роб Райан, работает детективом в дублинском отделе убийств и хранит свое прошлое в секрете. Но когда в том же лесу находят убитой 12-летнюю девочку, он и детектив Кэсси Мэддокс расследует дело, пугающе похожее на давнее нераскрытое преступление. Перебирая обрывки давно похороненных воспоминаний, Райан понимает, что сейчас у него есть шанс раскрыть как новое преступление, так и тайну собственного темного прошлого. Далее мы ожидаем роман итальянского писателя Роберто Савиано, который будет называться «Только мужество». Взрыв пронзает сельскую тишину Корлеоны. Юный Тото Риина видит, как гибнут его родные, пытающиеся добыть взрывчатку из бомбы, оставшиеся после войны. Грохот этого взрыва знаменует новую эру. Люди шепотом называют их мафией. Теперь это коза ностра, самая дьявольская форма мафии. Но взрыв породила другую силу, мужество и упорство, которые олицетворяют Джованни Фальконе и его единомышленники. Так начинается яростная битва закона и бандитизма. История великого борца с мафией Джованни Фальконе, истинного героя Италии, рассказанная одним из лучших итальянских писателей. Следующий роман «Город, называемый Утешение» написала Мэри Лоусон, многим уже полюбившаяся по своему роману «Воронье озеро». И нам обещают полный чувств роман о семье, охватывающий больше десятилетия. Юная бунтарка Роуз пропала. Ее младшая сестра Клара проводит дни у окна, надеясь увидеть, как та возвращается. Она наблюдает, как в соседний дом входит незнакомый мужчина. Клара прекрасно знает, что в доме живет одинокая старушка, которая сейчас находится в больнице. Клара пообещала соседке присматривать за домом, а главное – за оставшимся жильцом, котом Моисеем. История, рассказанная с трех точек зрения, Клары, старушки и незнакомца перемещают фокус с одного героя на другого, раскрывая все новые пласты горя, раскаяния и любви, которые связывают семьи. Отлично написанный, тревожный и очень человеческий роман. Последний анонс на этот год от Фантома, друзья, и я очень надеюсь, что все будет хорошо и новый роман Джона Бойна мы действительно увидим. И называться он будет «Путешествие к вратам мудрости». И судя по аннотации, нам предстоит что-то по-настоящему большое и глобальное. Некоторые истории универсальны. Они разыгрываются на протяжении всей истории человечества. А время – это река, которая бесконечно течет через них. Новый, необычный роман Джона Бойна амбициозный, мифологический, философский. Все начинается с семьи. Сначала это отец, мать и двое сыновей. Тот, у кого в крови жестокость отца. И тот, в ком живет артистический дух матери. Один уходит, другой остается. Но это лишь начало. Появятся другие. Их истории будут переплетаться и развиваться на протяжении двух тысяч лет. Они будут встречаться вновь и вновь, в разное время и в разных местах. От далекой Палестины на заре первого тысячелетия до жизни в космосе в тысячелетии третьем. У меня почему-то сразу прошла аналогия с романом Джона Стейнда как «Востоково от Эдема». Но, возможно, я неправильно угадала первый мифологический сюжет. Будет очень интересно узнать, что же сюда заложил Джон Бойн. На этом, друзья, все анонсы подошли к концу. Я буду очень ждать вас в комментариях. Обязательно напишите, какие книги вы взяли на карандаш. Если вы разделяете мои особенно трепетные чувства по отношению к таким писателям, как Энн Тайлер, Элизабет Страут, Ричард Руссо, Танна Френч, Осерикс Доттер, то обязательно пишите в комментариях. Всегда приятно видеть единомышленников, но не менее приятно посмотреть на то, какие мы все разные, насколько разные романы привлекают наше внимание. Отдельное спасибо всем тем, кто не забывает поставить лайки. На вас только каналы держатся. Конечно же, привет всем новоприбывшим. И если вы еще не успели подписаться на канал, то сейчас самое время это сделать. Друзья, скоро мы с вами уже увидимся снова. Всем пока!